Доброе утро. Если мы не здоровались, ребята, время час дня. Я дома с 10 утра отвезла Соню и приехала обратно. Три часа. Что я сделала за три часа? Я висела три часа на телефоне. Сначала я звонила, разбиралась с усилителем интернета, так я подключила новый интернет, который более мощный. Метеорологи загружаются за 8-10 минут, потому что раньше загружались пару часов. Конечно, так удобнее. Мне пришлось заново подключать дрюкер, принтер, и заново у меня просто на кухне слабый сигнал. У меня подключен усилитель интернета, тоже пришлось его заново подключать. Полутра я подключала его, так он особый сигнал почему-то и не дает, не сильный. Не знаю, они мне сказали, вот еще вот такие пару шагов попробуйте предпринять, если нет, то может купите новый, потому что этот уже старенький, на-на-на. Хотя до этого у меня все прекрасно работало. Ну, ладно. С этим закончили, думаю, окей, мне надо посылки запаковать и отправить, значит, мне нужно принтер распечатать. Короче, мне нужен принтер. Он у меня тоже уже стоит неделю не подключен, и все, сейчас звонила 50 минут на телефоне, чтобы подключить дрюкер. И то, когда меня перенаправили к чуваку, мы с ним это сделали за 10 минут, он сказал, там нажми, здесь нажми, все, все. И было несложно, я бы могла это сама сделать, да. Но до этого 40 минут я висела с какой-то девушкой, которая просто спала. Я вам отвечаю, я прям нервничала, потому что она так медленно. Я первый раз такой сталкиваюсь, медлительный, она просто такая, алло, здравствуйте. Я говорю, здравствуй, вот так и так, у меня, короче, принтер не работает, что делать? Молчание. И слышу, она там что-то клацает на компьютере, молчит, молчит, я такая, алло? Да. Я говорю, так что делать? Опять молчание. Я такая, алло? Нажмите, пожалуйста, на вот это приложение. Я такая, хорошо. Нажала, то есть жду, она молчит, молчит. Я такая, что дальше? Она засыпала, я такая, ну я нажала, что дальше? Молчание, молчание. Это так было странно, я себя чувствовала, как на интервью у Блиновской, которая брала длинные паузы, да, когда я спрашиваю, она молчала, молчала, возвращалась в ресурсное состояние. Вот это, по-моему, то же самое. Я такая, открыла, что дальше? Молчит, молчит. Я такая, алло? Нажмите теперь на вот это. Я такая, нажала. Хорошо. Короче, очень долго, вот я реально, вот она вот так отвечала. Я ей потом уже говорю, а вы можете со мной как-то разговаривать побольше, потому что у меня такое ощущение, что это вы мне звоните за помощью, да, и я тут коммуницирую, а вы молчите. Ну что, она помолчала чуть-чуть, она такая, угу. Непробиваемо! Нервы стальные, человечка! Дома зашла в мой компьютер, сама такая, говорит, разрешите мне на ваш компьютер попасть. Я такая, разрешаю. Там нажала, и она начала что-то в компьютере. Я такая, ну обычно там говорят, хорошо, все, теперь я в вашем компьютере, сейчас я проверю то-то, то-то. Подождите. Она просто молча все делала. Я ей разрешила зайти, все, дальше молчание. Молчит, ну я жду, 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 я говорю, там что-то происходит? Да. А что вы сейчас делаете? Мне подождать или что? Да. Вот так она разговаривала. Я такая, хорошо, жду, я не знаю, сколько я ждала. Я говорю, а мы сегодня еще решим эту задачу? Да, секундочку. Короче, пипец! Я не знаю, это у человека надо работать в детском саду. С таким терпением. Не, ну это был перебор, перебор. В итоге она, я 40 минут с ней висела, и все, что за эти 40 минут мы сделали, это вытянули из розетки принтер, обратно вставили и нажали подсоединиться на компьютере. Я говорю, а вы серьезно? Говорю, это вот единственное, что мы можем сделать? Просто говорю, вот то, что мы сейчас с вами 40 минут делаем, да, то, что через 40 минут вы мне сказали здесь сделать, я это до вас проделала плюс 100-500 раз на кухне, потом прислала принтер сюда, здесь делала, да. Я говорю, я сейчас 40 минут висела на телефоне для того, чтобы она мне сказала сделать то же самое, самые простые вещи. Вообще, прежде чем звонить, это всегда любой человек может сделать. Она такая, хорошо, тогда я вас соединю сейчас с тем, кто больше разбирается. Я думаю, боже мой, это 40 минут, а я не знаю, может она новичок была, она так долго что-то там клацала, искала, может быть, я не знаю. В итоге она соединила с чуваком, который мне быстро говорит, так, окей, там нажми, тут нажми, тут выключи, сейчас вот это появится, так, разреши мне тоже вход на компьютер, сейчас смотри, ты видишь, то есть он все говорил, что он делает, я такая, окей, окей, спасибо, все, топчик. И это всегда, это всегда весело, когда я куда-то звоню разбираться, у меня всегда попадаются какие-то кадры интересные. И, а, что еще я сделала, да, вот я провела два телефоната, телефонных разговоров, телефонат, по-моему, это не русское слово, и забронировала домик у моря, и завтра я туда еду с родителями и с Сонечкой. У нас просто сейчас Пасха, и я подумала, почему бы у нас 4 дня выходных, то есть родители ко мне собирались приехать, я думаю, ничего, мы тут будем сидеть, когда можно куда-нибудь отъехать. И мы поедем туда наверх, на Балтику, только со стороны Польши, с польской стороны дешевле, вот прям смотришь, вот море, вот здесь Германия, вот здесь Польша, да, вот здесь домик дешевле, вот здесь в два раза дороже. А ехать плюс-минус одинаково, на полчаса дольше, да, то есть мне тут до моря ехать часа два, два с половиной, а до польской стороны три часа. Поэтому все, мы завтра, родители с утра приедут, мы поедем, так что это так спонтанно все произошло, мне надо тогда сейчас постирать какие-то вещи, что-то собирать. А там такие вот огроменные пыльные. Вот сейчас мама возьмет. Что, Сонечка? Мама, иди, вау! Мама, иди, вау! Что это все? Морепродукты? Мама, это! Да, сейчас, сейчас. Мама, иди, на! Мама, иди, на! Калё, всем ходит, кричит. Мама, иди, на! Где Эйтан, Соня? Потеряла, пойдем искать. Там? Иди к ним. И тетя. тетя там иди сюда идем поищем давай попробуем эти штучки а я-то не буду пробовать ну здрасте и тогда такой у меня упала 1 я тебе там же за нет нет замок его армане у тебя нет он сказал что он не хочет такие штучки купили мне кажется это сок или это железно интересно вот похоже на американские которые я хотела я думаю что это виноградная это виноградная джели каплишь блин это виноградная обожаю блин я сингапура те джели привезу вот там вообще бомбезные джели си сингапуре ребенок ест беляш юля не хотела не давать мясо или вегетарианка это какая оранжеват оранжеватом не понравилось это апельсинка либо мандарынка может у тебя какая оранжевая красная как красная это наверно клубничка ну нормально хочешь хочешь это тоже виноград я хочу красную попробовать нормально бля а мне нравится вот такое я тебе привезу к сингапура знаешь какие там вкусные джели си обалденные нет я тебе привезу там большая упаковка я их просто дело бесконечно коли уезжает сингапур на месяц я получает сейчас поела это дюля это как не такая считается у меня до инсулин у тебя подпрыгнул же должна была почувствовать счастье нет я просто думаю но это не считается всего желе это же вода да да дай да и визда это так она все упадет у меня так и тоже упадет крепко держи сон вот тут кусай вот тут пирожок смахнем назад за пирожком но ты пойдешь сама хорошо ты невыгодным стану так ну что оля держится она у нас не ездит куплю сразу при сон возьми и на завтраке вещи что ты хочешь бляж вот такой пирожок какой-то на был а может быть ты не хочешь такой пирожок так ну что оля держится она у нас не ест она постится она решила одновременно прочитать книгу учить английский попаститься вот и не материшься вот не знаю подруга ли она мне все еще а у меня шашлык я говорю ну я как бы хочу кушать она говорит ну ешь ну вот я ем я и предлагала она отказывается я взяла себе оливье чуть-чуть и шашлык это добавка да я уже три куска съела и на закуска у меня будет чай 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 с орешками со сгущенкой будешь да она не любит оливье ну шашлык невкусный вообще не поэтому я старалась выбрать все невкусное а дети тем временем играют в зале боже что со мной сегодня это бледная да поели пирожки играют зале вот сейчас вы увидите кадра из зала о столь да вот это возьмем ну я беру Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Вот, начинается помидор Много помидор Или помидоров Ребята, много помидор Или помидоров Ну, слушай, я думаю, это будет интересненько Это очень интересно, и она хорошо так легко пишет Сразу раз, примеры Апробация Беспредел В принципе, здесь впереди Перечень Прикольно, я о таком вообще В жизни не знала, интересно Не случайно попалась А тут что у нас? Это серия Ван Гог Путь земли На небеса Типа комиксов, знаешь, основные эти В смысле? Ну, основные факты из их жизни Знаешь, в виде вот таких вот Коротких выдержек Их цитат, их картин Круто Ван Гог Фрида Фриду обожаю И фильмы с ней смотрела Очень эстетично Красивый фильм Пикассо Вай-вай И Энди Ворхолл Мы были, да, на его выставке? Вот тоже смотрели И сейчас знаем Пока только четыре Больше Круто Слушай, а ну-ка, дай Фриду посмотрю Вот такие книжки А ты знаешь, что Фриду Калла изменила год своего рождения? Потому что считала, что родилась вместе с революцией в Мексике Знаменитая художница Мечтала о профессии врача Но после страшной аварии Начала рисовать И вопреки всему Она всегда слушала только свое сердце И воспевала свой великий дар жизнь Здесь книги показывают самые яркие моменты Перетрафия в необыкновенной женщины О, это Диего Ривьера Ее муж Который изменял ее без конца Продана за 5-6 минут Прикольно Да, а такой, ты знаешь, так лучше запоминается Когда вот такие картинки Ты можешь ассоциировать потом с чем-то Я одну случайно наткнулась на одну Стала ее смотреть Портрет Роскова А потом смотрю, думаю, оказывается, серия Ну, четыре штуки пока только Может, еще дальше будет Потом не знаю про кого-то Круто Я сама отсюда, кажется, почитаю Классные книжки, спасибо Не успела дома почитать, поскольку только принесли Реально прикольно Вот это вообще тоже интересно будет почитать Вот Круто, дамка шоу Вот так вот А я думала, это будет какой-нибудь роман Или что-то Нет, это не Класс Я в восторге А, соответственно, твою книжку вытащите Блин, реально топчик Мама привезла обратно, прочитала Ну, я в прошлую субботу за день Нижний магазинчик счастья Ну, советуешь? Хорошая? Можно легко очень читать Ну, интересно или не очень? Да, почему не почитать? На один раз? Ну, как? Или на два? В смысле, что перечитывать? Да Ну, может, когда-нибудь перечитаешь, чтобы настроение Так, оно такое, с хорошим настроением И немножко так Это самое заодно Про Ирландию Немножко, знаешь Окей Где она была-то? Ну, куда хочешь поставь Добрый вечер А что это значит? Я сейчас быстренько Накрашу ногти Маникюрчик уже сделала Делала И Вот такая у меня тут лампа классная Очень светлая Я хочу накрасить опять светлым Потому что им можно Ну, за темным труднее следить Чтоб не затек И все такое А этот легко ложится И со светлым легче как-то работать На кухне все у меня убрано Все Сонины игрушки Везде все убрано Так что Завтра мне надо будет только собрать чемодан С утра и можно будет выезжать Обожаю возвращаться домой Когда дома порядок И Единственное Сейчас еще одну Еще один Аспирин Комплект Выпью Чувствую себя Кстати Получше Сейчас Но не знаю Как будет завтра Сейчас выпьем Ну что, ребят Я закончила Сделала опять Точно такой же цвет Быстренько Не особо аккуратно Но Да Не было времени Как-то стараться Мне надо выспаться И не могу все-таки Завтра долго спать Потому что Еще чемодан забирать Там У нас такое И Да Мы увидимся с вами завтра Присоединяйтесь Поедем В Польшу Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова